Всем хай! С вами канал Хифейк, и сегодня я вот в таком необычном обличии. Мне вообще похуй, мне вообще похуй, вообще похуй, вообще похуй, вообще похуй, мне вообще похуй, да мне похуй, мне вообще похуй, да и всё, и похуй. Пора остановиться! Ну это сейчас не важно, это отдельная история. Да мне похуй. А сегодня мы будем делать свою КС. Мне вообще похуй. Да, мы туда добавим голосовой чат и также новую карту. И всё, ей похуй. И да, если вы не боитесь потратить 6 минут и узнать, как создать свою КС, то тыкайте на это видео. Да ты заебал. Это если что, первая часть, как создать свою КС, как я говорил, она идёт всего лишь на 6 минут, так что ничего страшного, и мы там создаём свою КС. Да ладно. Ну как создаём? Копируем? Ну я думаю, что сам факт, что ролик идёт всего лишь на 6 минут, это не страшно. Так что тыкайте и смотрите. Окей, как я уже говорил, мы сюда добавим голосовой чат и новую карту. Да мне похуй. Ладно, давайте уже начнём, а то просто те, кто ждали вторую часть, довольно так сильно заждались. Короче, приступая. Начнём мы с голосового чата. Для этого нам нужен ассет, идём в асстор. И скачиваем там такой ассет под названием Photon Voice. Скачиваем, импортируем и чё дальше? Дальше мы идём на объект Game Manager, спускаемся пониже и находим здесь кнопочку от Component. Нажимаем на неё и ищем вот такой вот компонент. Photon Voice Settings. Теперь мы установили главную часть голосового чата. Короче, теперь нам нужно... Блин! Блин! Компьютер, блять! Посмотрите на вот это вот, шо это такое, а вот что это такое, объясните мне, пожалуйста. Что это, блин, такое? Хотел, блин, записать видос. Записал. Отлично. Короче, чё дальше? Ну а дальше... Ну что это, блять? В общем-то, идём в наш ассет FPS.me. Здесь мы ищем папочку Prefab. Здесь мы дальше ищем папочку Resources. И находим здесь объект Player. Также здесь ещё есть объект Player Sweat, то есть Player это у нас террорист, а Player Sweat это у нас спецназ. Короче, открываем этот Prefab. И здесь мы что делаем? Мы берём и добавляем новый компонент. Он будет называться здесь Photon Voice Recorder. И что дальше? Дальше мы идём на нашего спецназа и делаем здесь то же самое. Выбираем здесь Photon Voice Recorder и всё. Отлично. Ну вы издеваетесь опять? Вы чё? Короче, теперь нам нужно сделать одну маленькую штуку. Короче, идём на сайт Photon, как мы и делали в прошлом видео. Надеюсь, вы его видели. Короче, нажимаем Create New App. И тут мы выбираем Photon Type. Мы выбираем здесь Photon Voice. Да, потому что нам сейчас нужен голосовой чат. Пишем имя. Допустим, допустим. Думаю, такое сойдёт. Заебись! Чётко! Короче, нажимаем Create. У нас появляется вот такое вот новое окно. Короче, мы здесь берём и копируем App ID. Вот эту штуку, да. Нажимаем вот сюда вот. Ctrl-C. Переходим в Unity. Идём вот сюда вот. То есть в Project. Пишем в поисковике вот такие вот слова. Photon. Сервер. И находим вот такой вот файл. Да. Нажимаем на него. И здесь мы находим параметр Voice App ID. Короче, сюда мы берём и копируем этот App ID. Нажимаем просто Ctrl-V. И всё. Готово. Отлично. Ну а дальше мы добавим в нашу игру карту. Короче, мы идём в Asset Store. И находим вот такой вот ассет. То есть это у нас такая карта, да. Называется она Basement and Sivarege Modular Location. И мы её скачиваем и импортируем в наш проект. Вот у нас всё импортировалось. И теперь давайте зайдём в папку Basement and bla-bla-bla. Короче, заходим сюда. Видим здесь вот эту сцену. И как раз таки мы её и запускаем. В общем-то, вот такая вот у нас тут карта. Я уже использовал её в одном видео. Там я делал игру про Рикарда Милоса. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Да, так что кто хочет посмотреть этот шедевр, можете тыкнуть вот сюда вот. Ну а теперь нам нужно расставить точки спавна. И чтобы это сделать, мы идём в папку FPS.me. Находим здесь папку... Папку Prefabs. Здесь мы идём в папку Map Essentials. И здесь у нас расположено всё, что нам нужно для создания карты. В общем-то, давайте начнем с того, что разместим сцен камеру, то есть камера, которая у нас показывает в самом начале, когда у нас самое первое меню, там где мы выбираем за какую команду нам вступить. Короче, перемещаем эту сцен камеру на эту сцену, вот так вот, да. И теперь мы с помощью клавиш Ctrl-Shift-F мы располагаем нашу камеру так, как мы только что смотрели. Короче, что дальше? Короче, теперь пойдем в папку InGameHut и найдем здесь вот такой вот объект. Мы его перетаскиваем на нашу сцену. И что это вообще такое? Это, короче, сам интерфейс. Короче, теперь нам осталось только перетащить точки спавна. Короче, переходим в папку Spawn Points. И тут у нас есть три вида точки спавна. Первая это точка синей команды, вторая это Deadmatch точка, то есть в этой же игре есть как бы разные режимы. И, соответственно, здесь как бы есть такой режим, который без команд, то есть там сам за себя. Так что эта точка отвечает за возрождение в этом режиме. Ну и дальше идет точка спавна красной команды. Короче, давайте их сейчас будем размещать. Перетаскиваем синюю точку вот сюда вот. И также еще ее приподнимаем, чтобы у нас персонаж не заспавнился прямо в полу. Допустим, у кратных будет вот здесь вот точка. Тоже приподнимаем ее. И также давайте еще раз ставим Deadmatch точки. Допустим, одну вот сюда вот. Одну вот сюда вот. И еще, допустим, вот сюда вот. Ну и вот окей. Что дальше? Ну а дальше в будущем мы сможем найти на этой карте такую проблему, как нерабочий интерфейс. То есть мы не сможем нажимать на кнопки. И для того, чтобы это исправить, мы просто идем на эту карту и добавляем новый объект. Нажимаем на кнопку Create. Идем в UI. И здесь мы выбираем Event System. И теперь у нас должно работать все нормально. Заебись. Четко. Если у вас возникает такой вопрос, что такое Event System, то я скажу то, что это такая штука, с помощью которой можно отслеживать нажатие. Ну а дальше мы идем в наше главное меню. То есть мы сейчас идем в фабку FPS.me, Scenes, Main Menu и запускаем сцену Main Menu. Также, естественно, сохраняем нашу сцену. Естественно. И что тут нам нужно теперь сделать? Нам теперь нужно найти Game Manager на нашей сцене. И в нем найти скрипт Game Manager. И здесь найти Map List. Короче, здесь у нас список карт. Нам сейчас нужно добавить новую. Просто параметр Size изменяем до 4. И у нас появляется дополнительная еще карта. Короче, здесь нам нужно ввести название нашей карты. Она у нас называется вот так вот. Я думаю, что это слишком уж большое название. Назовем ее Тоннель. Надеюсь, правильно написал, но это не важно. И здесь мы напишем тупо это же название. Теперь нам нужно сделать превью. То есть картинку нашей сцены, которую мы видим при создании сервера. Короче, я тут уже подготовил вот такую вот картинку. Перетаскиваем ее в Unity вот так вот. И вот эту картинку мы перетаскиваем вот сюда вот. Только она у нас почему-то не перетаскивается. Ну как это-то? А дело все в том, что нам нужно нажать на этот снимок. И здесь нам нужно поменять текстур тип. Мы меняем его на спрайт. Да. И применяем настройки. Окей. Возвращаемся обратно. И перетаскиваем этот снимок вот сюда вот. Отлично. Ну и дальше. Тут еще есть такой параметр, который отвечает у нас за то. Используется на этой карте транспорт. То есть машинки, БТРы. А они тут если что есть. Вот так вот. Да. Но мы тут в данном случае их не используем. Так что мы тут не ставим галочку. Окей. Че дальше? Ну а дальше можно уже пойти в файл. Да блин. Файл. Билд сеттингс. Не забудь добавить нашу новую карту в наш билд. Она у нас если что находится вот здесь вот. Короче. Просто перетаскиваем эту сцену вот сюда вот. И отлично. И теперь наконец-таки мы сможем сбилдить нашу игру. Нажав на вот эту кнопку. Так что поехали. Короче. Вот у нас тут все собралось. И давайте протестим то, что у нас получается. Вот я тут уже все запустил. Короче. Нажимаем Create Server. Вот здесь вот. И выбираем здесь нашу новую карту. Вот она. Да. И нажимаем Create Server. Вот у нас все запустилось. Нажимаем на кнопочку Loadout. Тут мы можем выбрать оружие. Короче. Выберем здесь вот такое вот оружие. И присоединимся допустим за красных. Отлично. Окей. Теперь мы идем на вторую нашу запущенную игру. Теперь мы тут нажимаем на кнопочку Servers. И находим здесь наш сервер. И заходим сюда. У нас тут все то же самое. Присоединяемся к синем. И теперь мы тут можем воевать. Сейчас я найду себя. Так. Стоп. Где я там вообще нахожусь-то? А вон у меня. Я его убил. Все. Заебись. Четко. Также тут работает голосовой час. Вот вы сейчас слышите, да? Кстати, он работает вблизи. То есть нам нужно подойти именно к игроку, чтобы с ним поговорить. И я думаю, это прикольно. Хотя это может быть не очень прикольно. Да мне похуй. Короче, тыкайте на вот это видео про Рикарда Миллса. Мне интересно, да? И также еще подписывайтесь на канал. Вот здесь вот. Ну и, конечно, абсолютно все комментарии попадают в следующий видос. Ну, конечно, он должен быть не хейтерским. Ну и, как всегда, с вами был Хипфейк. Пока. Фух.